Зарегистрировано 47 депутатов, необходимый кворум имеется. 38-е заседание Законодательного собрания объявляется открытым. Бюджетное послание. Не просто констатация показателей и озвучивание цифр. Губернатор обозначил стратегические направления развития региона на ближайшие три года. Формирование новых стандартов жизни людей и повышение качества жизни людей на всей территории Свердловской области. Эта же задача остается приоритетной и на 2015-й плановые периоды, 16-17-й годы. По мнению главы области, на промышленной территории вполне осуществим технологический прорыв. Это позволит повысить качество жизни уральцев. Социальная сфера остается приоритетной. Результатом реализации программ поддержки молодых семей стало улучшение демографической ситуации. В 2013 году в Свердловской области родилось 62 тысячи детей. Уровень рождаемости по итогам года превысил 5%. Эта положительная динамика продолжается в 2014 году. За январь-август текущего года прирост населения составил 1950 человек. Это на 8,5% выше, чем аналогичный период прошлого года. 44 тысячи мест в детских садах создано за три года, более трех тысяч в этом году. Совместная работа области и муниципалитетов по строительству дошкольных учреждений будет продолжено. На 2015 год в регионе запланировали запустить еще 32 детсада. Не намерены отказываться и от других социальных обязательств. Касаются они переселения уральцев из ветхого жилья и увеличения объемов строительства. В сфере ЖКХ планируют обеспечить пристальный общественный контроль. К приоритетным направлениям региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся повышение качества жилищно-коммунальных услуг и эффективности управления отраслью, рост ее инвестиционной привлекательности и обеспечение общественного контроля за деятельностью управляющих компаний. В ближайшие три года продолжится работа по выполнению майских указов президента. В здравоохранении основной задачей будет рост продолжительности жизни уральцев, а в соцполитике – повышение эффективности социальной помощи. Алексей Вербицкий, Хроника дня.